Вы можете установить цель только согласно своему нынешнему уровню знаний и понимания. Вы думаете, что пришли к тому, что знаете все во Вселенной. Так что если вы поставите перед собой цель, какую цель вы поставите? Очень ограниченную цель. То, что сегодня в тренде, вот и ваша цель, не так ли? Если у вас есть абсолютная преданность тому, что вы сейчас делаете, то в зависимости от времени и возможностей мы сделаем столько, сколько сможем. Если вы всегда думаете о финишной черте, то, кто достиг своей цели, разочарован, а тот, кто не смог туда добраться, разбит и разочарован. Наиболее успешные люди на планете. Многие ли из них радостны за рулем своего BMW? Выдающиеся дела на этой планете совершали только те, кто абсолютно предан тому, чем занимается. И это то, что вы должны делать. Садгурум, у всех нас, сидящих в этом зале, есть какие-то цели. И поскольку большинство из нас студенты, наши цели установлены по максимуму. Мы хотели бы знать, мы очень хотим знать, когда вы были в нашем возрасте, кем вы хотели стать? Какой была ваша цель? Это уже похоже на допрос. Честно говоря, у меня не было никаких целей. Доходило до того, что... Мой отец говорил, что станет с этим мальчиком. Он ни в чем не заинтересован. Это совершенно не соответствовало истине, потому что я был заинтересован во множестве вещей. Меня не интересовали вещи, которые интересовали моего отца. Я был абсолютно заинтересован в очень и очень многом. Видите ли, когда мы говорим цели, нужно понимать, что если вы ставите цель для своей жизни со своего нынешнего положения, вы можете установить цель только согласно своему нынешнему уровню знаний и понимания. Не так ли? Вы думаете, что пришли к тому, что знаете все во Вселенной? Так что если вы поставите перед собой цель... Какую цель вы поставите? Очень ограниченную цель. Если вы растете очень быстро, то будете ужасно разочарованы своей собственной целью. Но в последние годы вам внушается, что вы должны быть целенаправленными. Если вы... Допустим, вы хотите, чтобы у вас выросли манго. Если вы хотите манго, вам не нужно думать о манго. Вам нужно думать о почве, о навозе, о поливе, нужно думать о солнечном свете. Ничто из этого ни по виду, ни по вкусу не похоже на манго. Но если вы позаботитесь обо всем этом, манго появится. Но, предположим, вы очень сильно хотите манго, но вы не сделали ничего для того, чтобы вырастить у себя манговое дерево. Вы захотите украсть манго у него. Если у него оно есть. Да или нет? Поэтому, если у вас есть цели, то, что вы называете целью, это просто ваше желание. А ваше желание... Это попросту результат вашего мыслительного процесса. Тот мыслительный процесс, который у вас сейчас есть, зависит только от типа данных, которые вы набрали к настоящему моменту. Как вы думаете, какой информацией вы располагаете в 20-летнем возрасте, чтобы установить цель на всю жизнь? Это необязательно. Вот что я пытаюсь донести. Недавно, каждый год, в ноябре у нас проводятся мероприятия для бизнес-лидеров. Многие бизнес-лидеры побывали на этой программе. 200 руководителей приезжают каждый год, чтобы в течение 4 дней проходить обучение с нами. В прошлом году один из них, который управляет крупной многонациональной компанией, спросил меня, садгуру, мы выбираем лучших выпускников технических вузов, и мы платим им все больше и больше, а они продолжают просить еще и еще. Но, когда я вижу вашу организацию, вы ничего не платите никому, и похоже, что она работает во много раз лучше, чем наша корпорация. В чем секрет? Я сказал, понимаете, все дело в том, что мы преданы процессу. Нас не заботит цель. Мы абсолютно преданы процессу. Из-за нашей преданности процессу, если вы не делаете хорошо то, что делаете прямо сейчас, ваша цель станет просто причудливым желанием. Не так ли? Да? Да или нет? Ваша цель будет просто причудливым желанием, которое вы создали в своем уме. И она даже и не ваша. Все ваши цели позаимствованы у десяти других человек. То, что сегодня в тренде, вот и ваша цель. Не так ли? Я бы сказал молодым людям, не ставьте целей. Если у вас есть абсолютная преданность тому, что вы сейчас делаете, то в зависимости от времени и возможностей мы сделаем столько, сколько сможем. Но если вы всегда думаете о финишной черте, а не о том шаге, который делаете сейчас, скорее всего, вы упадете лицом в грязь. Если вы достигнете цели, будете разочарованы. Если не достигнете, будете сломлены. Наиболее успешные люди на планете. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Они просто верили мне на слово. Просто пойдите на улицу и понаблюдайте за людьми. Не будем брать тех, кто едет на телеге, запряженной валами. Понаблюдайте за теми, кто управляет BMW, Mercedes или чем-то подобным. Просто внимательно понаблюдайте за успешными людьми. Многие ли из них радостны за рулем своего BMW? Многие ли из них радостны, управляя машиной своей мечты, на которую они работали? Едва ли, практически никто, если только машина некраденая. Так что, тот, кто достиг своей цели, разочарован. А тот, кто не смог добраться, разбит и тоже разочарован. Какой смысл так жить? Ваша способность делать что-то совершенствуется только тогда, когда вы абсолютно преданы процессу, в который вовлечены. Я использую слово «преданность» намеренно, потому что люди думают, что преданность означает ходить в храм. Скажите мне, в любой области, в любой сфере жизни, в спорте, искусстве, музыке, политике, духовности, где угодно, в образовании, достигли кто-нибудь каких-либо значительных достижений, не будучи преданным тому, что он делает? Кто-нибудь достиг? Они стали лишь посредственностями. Выдающиеся дела на этой планете совершали только те, кто абсолютно предан тому, чем занимается. И это то, что вы должны делать. Садгуру, вы сказали нам, что цели, те, кто достигают целей, не очень-то счастливы, и те, кто не достигают... Я просто хотел немного напугать тебя. И те, у кого нет цели, тоже несчастны. Но цель — это отправная точка, но часто... Нет, нет, нет. Позволь мне внести поправку. Является ли цель отправной точкой или финишной чертой? Чем она является? И теми другим. Это как? Как цель может быть отправной точкой? Цель — это финиш или старт? Скажите мне, все вы, скажите, цель — это старт или финиш? Ну, цель — это то, что заставляет нас. Как только мы придумываем себе цель... Сейчас ты подходишь ближе к делу. Получается, что ты натренирован как цирковая обезьянка. С цирковыми обезьянками так. Если хочешь, чтобы она сделала дрюк, нужно дать ей конфетку. В противном случае я не буду этого делать. Еще конфетка. не будьте цирковой обезьянкой. Я думал, мы уже давно эволюционировали с уровня обезьян. Получается, что вы работаете так, что я получу, что я получу, что я получу. И что же вы получите? Однажды вы умрете, вот и все. Вы думаете, что в конце вам что-то достанется? Нет, просто однажды вы умрете. Вопрос лишь в том, насколько прекрасной, значимой и насыщенной была жизнь, которую вы прожили. Вот и все. Что вы получите в итоге? Цель — это конечная точка, не так ли? Как вы думаете, что будет в конце вашей жизни? Я хочу, чтобы вы посетили дома престарелых, хосписы, где люди доживают остаток своих дней. Просто посмотрите на них. Как вы думаете, что они получили? Ничего. Либо они прожили глубокую и значительную жизнь, либо нет. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok